Иногда, знаете, хочется отдохнуть немного от сложных научных разборов и посмотреть какое-нибудь простое видео, чтобы, может быть, подчеркнуть для себя что-то новое, а, может быть, подметить какие-то ошибки у его автора. И сегодня будет как раз разбор такого ролика, потому что мы с вами будем смотреть видео Андрея Телицына, которое называется «Выход на две на турнике». В свое время канал Андрея очень сильно выстрелил на ютубе за счет видео с молодыми парнями, которые делали разные гимнастические штуки на улице и в зале. Но это было давно, когда спорт был популярен. Сейчас уже совсем не то время. Тем не менее, я уверен, что многие из вас видели его работы, поэтому, собственно, и решил разобрать один из его роликов. Давайте посмотрим, какие советы он дает тем, кто хочет научиться делать выход силой на турнике. Всем привет, меня зовут Андрей Телицын. Я тренер по спортивной гимнастике. В этом видео я разберу такой элемент, как выход силой на две на турнике. В комментариях под моими видео достаточно часто меня просили сделать такое видео, но я его не снимал. Во-первых, потому что на ютубе достаточно много материалов методического, как научиться этот элементу. Второе, дело в том, что гимнасты вовсе не тренируют этот элемент. Они его, конечно же, могут сделать, но они его никогда специально не учат и не тренируют его в своих тренировках. Это связано с тем, что перекладина в гимнастике – это исключительно динамический и технический снаряд. На перекладине нет силовых элементов в гимнастике. Более того, применение силы в исполнении элементов на перекладине считается ошибкой. Свою силу гимнасты демонстрируют на кольцах. И именно там они делают выгоды силой. Их они действительно тренируют. И видео о том, как гимнасты их учат, уже есть на канале. Ссылочка будет в описании. Кому интересно, заглядывайте. Да, это действительно так. На ютубе огромное количество видео. Буквально все, кому не лень, сняли свои ролики про выходы силой. Практически все они как под копирку сделаны. С одними и теми же ошибками. С демонстрацией ненужных упражнений. И да, действительно, действительно. Перекладина в спортивной гимнастике от снаряда не для демонстрации силы. Сила демонстрируется на кольцах. Перекладина это технический снаряд. Сейчас существует огромное заблуждение, что стритворкаут это все вот эти вот выкрутасы, обороты, перепрыгивания на турнике. Хотя это не так. Это всегда было дворовой гимнастикой. И собственно это так и называлось дворовая или уличная гимнастика. Именно потому, что обычные ребята на обычных уличных турниках делали то же самое, что делают спортивные гимнасты в залах на спортивных гимнастических турниках. Потом в какой-то момент дворовая гимнастика начала загибаться. И чтобы примазаться к популярному и набирающему обороты движению стритворкаут, они тоже начали себя к нему относить. Ничего не хочу сказать плохого про этих ребят. Каждый увлекается тем, что ему интересно, но это не имеет отношения к стритворкауту, как бы им этого не хотелось. И опять же Андрей именно об этом говорит. То есть гимнастика на перекладине это техническая штука, где очень важно уметь владеть техникой. Ну раз уж есть запрос на методический взгляд именно тренера по спортивной гимнастике на этот элемент, давайте разбираться. Тем более он не такой уж и сложный. Ну и разумеется, подготовка к выходу силы на турнике должна начинаться с подтягиваний. Подтягивания должны быть средним хватом. Средним хватом? То есть, ну, наверное, он имел в виду средним по ширине. Я не помню, когда последний раз слышал подобное выражение, скажу честно. То есть обычно говорят хватом на ширине плеч. Ну ладно, ладно. И до касания грудью перекладиной. То есть, конечно, в принципе, можно одним подтягиванием и обойтись, если подтягиваться до живота. Но для большинства будет достаточно подтягиваться до груди. Обратите внимание, что в конце подтягивания вы должны немножко отводить локти назад. Тело держать прямо и выносить чуть-чуть вперед. Цель здесь в данном случае 15 подтягиваний до груди. Этого будет вполне достаточно. Подтягивание является ключевым упражнением для того, чтобы сделать выход силы или выход на две. Потому что принципиальной разницы между подтягиваниями и выходами на самом деле нет, если вы делаете подтягивания перед собой. То есть, если вы делаете подтягивания широким хватом, когда у вас локти идут вот по такой траектории, это одно дело. Но если вы делаете подтягивания не таким широким хватом и локти у вас идут не вот по этой траектории, а вот перед собой и к себе, то тогда единственная разница между подтягиваниями и выходами будет заключаться в высоте, на которой вы делаете это упражнение. То есть, если в обычных подтягиваниях вы делаете так, чтобы подбородок был над турником, то в выходах вам нужно будет сделать уже к животу такое высокое подтягивание. А дальше просто вы доворачиваете кисти и все. Получается выход силы. Именно так делают выходы силы великолепнейшие ребята из команды Bar Brothers, которые являются образцами для подражания, когда дело касается этого упражнения. Что касается количества повторений в подтягиваниях, то здесь нет. Вам вовсе не обязательно делать 15 подтягиваний, чтобы научиться выход сил. Потому что вам не нужно количество. Вам нужно работать непосредственно на взрывную силу. Вам нужно работать на количество миофибрил. Это значит небольшое количество повторений с максимальным взрывом и максимальной амплитудой. Вам нужно работать над тем, чтобы каждое ваше подтягивание было все выше и выше. Вы подтягиваетесь до подбородка, вы подтягиваетесь до верха груди, до низа груди, до живота. А не так, что вы подтягиваетесь 15 раз до подбородка. Понимаете в чем дело? Надеюсь, что да. И если нет, обязательно посмотрите отдельный ролик про митохондрии и миофибрилы у нас на канале. Там я все подробно рассказываю. Следующее упражнение это отжимания на брусьях. Также стараемся делать максимально полную амплитуду. Опускаться настолько, насколько это хватает вам гибкость ваших плечей. Тело держим прямо и добиваемся 20 раз за один подход. Отжимания на брусьях это абсолютно бесполезное упражнение для тех, кто хочет научиться делать выход силой. Сейчас найду какую-нибудь перекладину вам и объясню почему. Просто потому, что в отличие от выходов на кольца, где действительно нужно уметь делать отжимания, на перекладине у вас уже есть возможность, если вы сделали достаточно высокое подтягивание. Давайте я вот поставлю вот на этом турничке, я буду показывать сейчас. Если вы сделали высокое подтягивание, то есть давайте так, чем отличаются выходы силой на кольцах от выхода силы на турнике? У вас есть перекладин, мимо которой вы не пройдете. На кольцах вы можете действительно вкрутить кисти, сделать выход и оказаться вот-вот в таком вот положении. При этом, если вы не сможете себя выжить, то вы просто упадете вниз, провалитесь. Именно для этой цели, при обучении выходом силы на кольцах, и учат делать вот это вот отжимание. Но мы сейчас говорим не про кольца с вами, ребятки. Мы говорим про перекладин. Вот она, вот перекладин. На перекладине нет, в принципе, такого момента, что вы можете провалиться. Если вы сделали достаточно высокое подтягивание и закинули свою тушку на турник, то дальше вам нужно просто отжать. Вы можете полежать сколько угодно на перекладине и отжать себя от нее. А это настолько просто, что если вы можете сделать хотя бы одно отжимание от пола полноценно, а я уверен, что раз вы начали учить выходы силы, вы сможете его сделать, вы сможете это сделать. Смотрите. Все. Я уже зафиксирован, я уже вешу, я уже никуда не денусь, в отличие от брусьев, в отличие от колец, где я могу провалиться вниз, и затем я дожимаю. Все. Кстати, я заметил, что здесь есть кольца, видите? Они, конечно, детские, они, конечно, ужасные, но для того, что я хочу вам показать, они подойдут. Вот. Если я сейчас сделаю выход и выйду в упор, когда у меня будут руки во флажке, вот смотрите, вот здесь я внизу, и если я не смогу себя выжать отсюда, да, я очень низко нахожусь, то я просто провалюсь вниз. Именно поэтому на кольцах, когда я учат выход силы, там действительно нужно научиться выжимать себя. Но на турнике механика движения, она другая. Поэтому, если вы видите обучалку по выходам силы или выходам на две на турнике, и кто-то вам говорит, что нужно отжиматься на брусьях, отжиматься от перекладины для того, чтобы сделать выход, вы должны понимать, что этот человек не разбирается в том, что он вам рассказывает. Он просто за кем-то повторяет, где-то что-то когда-то подсмотрел, голову свою не включил, просто повторяет то, что ему было сказано, и все, он не разбирается в этом вопросе. Андрей Тилицин в данном случае, я думаю, что просто копирует обучалку свою для колец и переносит ее на турник. А это не работает таким образом. На кольцах брусья нужны, на турнике брусья не нужны, это пустая трата времени. И если вы действительно хотите делать какое-то упражнение на жимового характера, то лучше всего делать трицепсовые разгибания. Потому что в моменте, когда вот вы делаете высокое-высокое подтягивание, когда у вас руки уже пришли, то здесь есть также момент разгибания руки в локте, за который отвечают ваши трицепсы. То есть, да, вот понимаете, как происходит. То есть для того, чтобы дальше турник опускать перед собой вниз, вы не только его тянете вниз, но вы также в какой-то момент начинаете на него давить. И вот для этого момента вам и потребуются трицепсовые разгибания, которые я, кстати, демонстрировал в своей зверской программе по обучению выходом силы. Вот такой вот есть момент, важный. Я думаю, я отдельно еще сделаю видео. Я не видел ни одной обучалки, где не было бы отжиманий на брусья в качестве подводящего упражнения для выхода силы на турнике. Хотя оно абсолютно здесь не нужно, не требуется. После того, как вы освоили 20 отжиманий и 15 подтягиваний, делаем отжимания с упора. Это поможет понять, как именно нужно переходить от подтягиваний к отжиманиям, в выходе силы и развить соответствующие мышцы. Здесь тоже как минимум 15 таких повторений нужно делать. Да, но опять же он делает это на брусьях, потому что переносит из обучалки с колец. Если вы интересуетесь именно выходом на турнике, то, соответственно, может делать аналогичное упражнение не на брусьях, а на турнике. Просто найти низкую перекладину, да, и с прыжка на нее запрыгивать, тренировать именно вот в момент перехода для того, чтобы понять, что будет происходить с телом, когда вы переходите. Вот, находим турник, на который можно запрыгивать, используя свои ноги. И просто отрабатываем переходы вот эти вот. Лучше, конечно, это делать все в перчатках. Просто я и не планировал, что я буду вам что-то демонстрировать. Поэтому перчаточки забыл взять. Но, тем не менее. В принципе, можно и на брусьях тоже делать. Оно будет несколько более силовое и в чем-то даже более удобное, потому что у вас ограничение в середине движения, да, нет такого, что у вас руки провалятся в самый низ. То есть вы будете отрабатывать верхнюю половину перехода, что, в принципе, да, в принципе, тоже имеет место быть. Неплохое упражнение. Можно его добавить в свои тренировки. Дальше мы уже подготовившись в силовой части к выходу силы, мы изучаем технику. И в данном случае предлагаю вам поработать над такой связкой. Подъем переворотом, но это не самое важное в этом упражнении. Самая важная негативная часть данной связки. Именно негативная часть опускания выхода силы. Здесь вы сможете прочувствовать, как у вас должны идти локти. И что более важно, вы сможете понять, как должен быть хват. То есть хват должен быть немножко сверху на перекладине. Также беремся средним хватом и медленно стараемся опуститься вниз. И работаем вот в такой негативной фазе. Здесь надо добиться хотя бы 10 раз за один подход. Что касается подъема-переворотом, я думаю, что раз уж вы решили изучить выход на 2, то подъем-переворотом вы уже умеете. Я уже много раз говорил, что негативно отношусь к идее выполнения негативных повторений при изучении выхода силы, потому что нагрузка очень велика, особенно для новичков. В моменте, когда вы будете опускать свои локти, опускать, 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 у вас в какой-то момент будет срываться, потому что ваш сил будет не хватать дальше для удержания тела в задном положении. Вы просто будете срываться вниз и дергать свой локтевой сустав, дергать свой плечевой сустав, что может быть очень неприятно. У Андрея этого нет, потому что его запас силы гораздо выше, чем требуется для выполнения этого упражнения. Но если мы попросим новичка, который еще не умеет сделать выход, сделать вот такое вот негативное повторение, вы поймете, о чем я говорю. Что касается хвата, то вовсе не обязательно, чтобы он был сверху. Более того, настоящий полноценный выход силы выполняется именно когда ваше запястье находится под турником. Собственно, выход силы с точки зрения техники заключается именно в том, чтобы провернуть запястье, сделать так, чтобы оно из положения под турником оказалось в положении над турником, в положении упора. Этот момент очень часто многие фитнес-балаболы на ютубе опускают, и часто, особенно когда записывают ролики из серии, медленный выход силы, хотя делают его с предварительно закрученными и выставленными запястьями очень высоко, тем самым убирая самую сложную составляющую настоящего медленного выхода силы. Потому что когда ваше запястье уже наверху, ничего сложного нет. А вот когда они внизу, и по мере потяги нужно проворачивать их и поднимать, вот это вот действительно тяжело. И только очень немногие могут выполнить такой настоящий медленный выход силы. Я, кстати, в их числе на канале есть ролик, где я с трудом, но смог это сделать. Следующий шаг в освоении выхода на 2, это работа на низкой перекладине. Здесь мы также концентрируемся на негативной части, то есть на опускании. Также сохраняем, обратите внимание, хват сверху. Но в данном случае счет добавляется, работа в позитивной части движения. То есть с небольшого прыжка вы уже можете разобраться, как давить руками и выходить в упор. Андрей предлагает обратить внимание на хват. И я также рекомендую вам обратить внимание на то, каким хватом никогда не нужно делать выходы. У него большой палец находится сверху, а это значит, что если вы сделали выход, оказаясь над перекладиной, и в этот момент у вас рука соскользнула, а поверьте, это происходит гораздо чаще, чем вы можете предположить, то вы просто ударитесь, возможно, даже треснетесь подбородком прямо от перекладины. Именно по этой причине, когда вы делаете выходы, очень важно, чтобы большой палец был снизу, и у вас абсолютно в каждой точке движения был полный контроль над перекладиной, и рука не могла никуда сорваться. Конечно, он делает, насколько я понимаю, на гимнастическом брусе, на гимнастической какой-то перекладине, она толстая. Это явно не 28 стандартный олимпийский миллиметров, да, и даже не уличный 32, здесь, наверное, миллиметров 40, и поэтому у него есть куда положить большие пальцы, но на уличной перекладине, даже если это толстая перекладина, я не советую вам никогда делать подобным образом. Всегда большой палец снизу, да, это тяжелее, но это вопрос вашей безопасности. Поверьте, стоит вам один разочек в дождь подвернуть руку, да, чтобы рука сорвалась, удариться, получить травму, и вы поймете, что надо было слушать Антона. То есть обратите внимание, что прыгаете вы ровно настолько, настолько, чтобы вам выйти, сколько вам хватает сил, и также работаете трицепсами, давите на перекладину и отрабатываете завершающую часть выхода на две. Что касается самого упражнения, то да, я также приводил в пример отличный вариант работы на низкой перекладине, для того, чтобы понять, как работают ваши локти, как происходит процесс проворачивания кисти, научиться, да, его отработать. Особого акцента на негативной бы составляющей я не делал, я бы не стремился максимально замедлить, да, этот вопрос. Именно поэтому важно подобрать перекладину такой высоты, чтобы вы могли спокойно опускаться вниз на ноги. Тоже здесь желательно между повторениями долго не отдыхать, в конце опуститься и задержать угол, ну и в одном подходе за раз тоже стремитесь к десяти повторениям. Совет удерживать угол в конце является разве что полезным с точки зрения развития общей физической подготовки, никакой принципиальной пользы именно для выхода в силу он не несет. Что касается количества повторений, то в отличие от тренировки взрывных упражнений, где вам действительно нужна взрывная сила, максимальный рывок, максимально высоко потягиваться, и, соответственно, количество повторений будет очень небольшим. Здесь вы работаете на технику, а когда вы работаете на технику, всегда количество повторений в подходах будет значительно больше. Поэтому в данном случае количество повторений вполне оправдано. Решающее подготовительное или подводящее упражнение в данной прогрессии это выходы непосредственно, но уже с помощью таких резиновых петель. Конечно, можете использовать какую-то другую резину, но такая очень удобна для отработки этого упражнения. В принципе, продается практически в любом спортивном магазине. Ну и раз Андрей Тилицин сам об этом сказал, то нельзя не упомянуть нашего спонсора. Это магазин WorkoutShop.ru, где вы как раз и можете приобрести именно такие резиновые петли для тренировки выходов силы. Это действительно отличный инвентарь для того, чтобы как научиться делать выходы силы, так и в дальнейшем работать над увеличением их количества. Это инвентарь, которым пользуются не только начинающие, но также и такие мастера турникового дела, как, например, Максим Трухановец. Очень действенным в изучении является использование резиновых петель. Они действительно сильно помогают наработать технику и немного разгрузить ваши руки и спину. Поэтому я настоятельно рекомендую, в том числе и оптимым спортсменам. Я сам частенько их использую. Поэтому я полностью разделяю предложение Андрея. Переходите по ссылке в описании к ролику, потому что приобретая товары в нашем магазине, вы поддерживаете развитие этого канала. Встаете ногами, тело держите чуть-чуть спереди. Также хват должен быть сверху. Если не получается сделать первое повторение, то также сделайте подъем переворотом и начните с негативной части. Это будет гораздо легче понять. Во-первых, хват. Во-вторых, куда должно идти тело. То есть вот таким образом тело выходит чуть-чуть вперед, носками давим на резинку и работаем над выходами на две. То есть здесь тоже стремится примерно с 10 разом за подход, но тут многое зависит от силы натяжения резинки. Они продаются с разным сопротивлением. Выбирайте, что вам подходит. Ну, в отличие от Андрея, если вам не хватает сил для того, чтобы сделать даже первое повторение, то я бы не рекомендовал пытаться собраться на турник с помощью подъема переворотом и оттуда опускаться. Нет, просто работайте над высокими подтягиваниями. Делайте настолько высокие подтягивания, насколько у вас сейчас хватает сил с помощью резины. И постепенно, через несколько тренировок, вы сможете сделать полноценный выход и окажетесь в положении упора. И уже с этого момента вы можете работать над увеличением количества. Поработайте в этих упражнениях, и у вас получится окончательный вариант. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Вот такой вот у нас получился сегодня ролик на разборе. И да, я и ожидал, что это будет достаточно простой, приятный для разбора ролик. И он таким оказался за исключением вот детишек, которые здесь что-то появились и начали бегать. Что касается непосредственно содержания. В целом ролик неплохой. Если бы Андрей делал ролик по тренировке выходом силы на кольцах, но поскольку мы говорим про выход силы на турнике, выход на две на турнике, то здесь, конечно, есть определенные лишние моменты. В частности, вот эти вот отжимания на брусьях, которые вообще не нужны. Но за исключением этого ролик очень приятный, полезный и негативный. Отжимания на брусьях вообще не нужны, а негативные, ну просто травмоопасные. Я бы не рекомендовал вам их делать. Но это, опять же, вы принимаете решение сами на свой страх и риск, поэтому решайте. В остальном, приятно, приятно, очень приятно у Андрея канала. Если вдруг вы узнали о нем только с моего ролика, то посмотрите другие видео. У него много всего интересного, полезного. Что-то я даже себе подсматривал, так что рекомендую, рекомендую. Ну а на этом все. С вами был Антон, канал Street Workout. Предлагайте свои видео, присылайте предложения для будущих разборов. Мы все комментарии читаем. Самым приятным ставим сердечки, потому что они согревают нас в эти непростые времена. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok